Здравствуйте! Как получить льготную ипотеку под 6,5%? Кто на нее может рассчитывать? Каковы механизмы и особенности в получении такого займа? В эфире Центр защиты прав граждан и хороший вопрос Как получить льготную ипотеку? С вами Геннадий Акиншев Вы решили приобрести квартиру в новостройке? Тогда для вас отличная новость В апреле 2020 года в России начала действовать новая программа льготной ипотеки под 6,5% годовых Как же ее получить и какие есть подводные камни? Хороший вопрос Давайте разбираться Возможность получить льготную ипотеку под 6,5% была объявлена в конце апреля 2020 года В качестве одной из мер господдержки во время пандемии коронавируса Ее суть заключается в том, что часть процентов по ипотеке банкам компенсирует государство За счет этого кредит на жилье обойдется заемщику гораздо дешевле Причем на этот вид господдержки может претендовать любой гражданин Итак, запоминайте основные условия новой льготной ипотеки Оформляется только при наличии гражданства Российской Федерации Договор ипотеки нужно заключить в период с 17 апреля по 1 ноября 2020 года Квартира должна быть исключительно в новостройке Продавец должен быть юридическим лицом Дом может как еще строиться, так и уже быть готовым к заселению Ставка 6,5% годовых действует на весь срок кредита Первоначальный взнос не менее 20% стоимости жилья Максимальная сумма кредита от 6 до 12 миллионов рублей в зависимости от региона Допускается использование мат-капитала и другие виды господдержки для погашения ипотеки Срок кредита не ограничен А теперь об этом более подробно 29 июня 2020 года в условиях льготной ипотеки произошло очень важное изменение Вырос размер доступного кредита В зависимости от субъекта Российской Федерации Занять у банка теперь можно от 6 до 12 миллионов рублей Для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей Максимальный порог кредита составляет 12 миллионов рублей Для других регионов России 6 миллионов рублей Раньше в столичных регионах можно было взять максимум 8 миллионов А в других объектах максимум 3 миллиона Важно знать, в рамках льготной ипотеки при необходимости вы можете взять сумму меньше Но вот взять в кредит больше денег не получится А теперь ответим на самый часто задаваемый вопрос по льготной ипотеке Процентная ставка данной программы составит не более 6,5% годовых То есть при соблюдении всех требований программы это возможный максимум Ставка будет действовать весь срок ипотеки При этом ограничений по длительности кредита нет Ипотеку можно будет взять и на 5, и на 15, и на 25 лет В программе участвуют не все банки Поскольку государство не может возмещать любую разницу между процентами по договору и льготной ставкой Субсидии считают как разницу между ключевой ставкой ЦБ плюс 3% пункта и 6,5% годовых или повышенной ставкой Если банк выдает ипотеку под 12%, ему просто-напросто будет невыгодно участвовать в такой программе Пока же к программе льготной ипотеки подключились практически все крупные российские банки Их список указан на сайте дом.рф в разделе сфера деятельности Ипотека, льготная ипотека 6,5% При этом некоторые из банков предлагают ставки даже ниже определенных государственной программы Например, минимальная ставка в Сбербанке на конец июня 2020 года составляет 6,1%, а в Росбанке 4,65% Жилье может быть любой стоимости Также ипотечных денег можно взять и меньше лимитов Однако, учитывайте, что на квартиру в новостройке наверняка понадобятся и средства на ремонт Поэтому даже при наличии свободных денег целесообразнее будет взять больше ипотечных средств на саму квартиру А свои накопления потратить на отделку При этом, если заемщик продает квартиру уже с отделкой Заложенную сумму отделки можно также включить в ипотечный договор Тогда и отделка войдет в договор с льготной ставкой Чтобы взять ипотеку с господдержкой, нужно внести не менее 20% от стоимости квартиры То есть, если квартира стоит 10 миллионов рублей, то заемщик должен иметь минимум 2 миллиона рублей для первоначального взноса Но если у вас на руках есть 3 миллиона рублей, всю эту сумму можно внести как первоначальный взнос И тогда итоговый кредит станет значительно меньше Хорошая новость для детей с детьми В качестве первоначального взноса можно использовать материнский капитал Помимо маткапитала, вы имеете право использовать региональные субсидии Или погасить 450 тысяч рублей за счет бюджета, если семья многодетная Все это делает итоговые условия льготной ипотеки еще более привлекательными В программе нет ограничений по количеству льготных кредитов Теоретически, один заемщик может купить несколько квартир Это зависит только от его платежеспособности и оценки банка Всего власти запланировали субсидировать банкам максимум 240 тысяч льготных ипотек Благодаря этому в строительную отрасль рассчитывают привлечь около 900 миллиардов рублей Это в свою очередь должно привлечь новые рабочие места, поставки товаров, налоги и прочее На сегодня все Подробная информация на сайте справедливацентр.рф Получить консультацию можно и лично в Центре защиты прав граждан в вашем городе Если эта информация была вам полезна, ставьте лайки, делайте репосты и подписывайтесь на наш YouTube канал Центр Справедливости Напомню, что программа была подготовлена по материалам кейсов Центра защиты прав граждан и при поддержке Министерства труда и соцзащиты Это был хороший вопрос Как получить льготную ипотеку? И конечно же я, Геннадий Акиншев Всего вам доброго Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok